Аурведа говорит, что в организме существует тхату. Тхату это такие оболочки, оболочки тонкого тела, которые связаны с регуляцией внутренних органов и систем организма. Таких оболочек всего семь. Продолжение следует... Аурведе известно, что каждый из этих оболочек... Ой, опять неправильно писал, простите. Один, два, три, пять, шесть, семь. Вот так правильно. Вот эти цифры правильно. Самая первая оболочка самая наружная. Она регулирует кожу, слизистую оболочку внутри всех органов, кожу снаружи. Два лепестка есть у каждого дату. Есть внутренний лепесток, загибается внутрь. Есть наружний. Наружний регулирует кожу, лимфатические сосуды, мелкие капилляры. Все, что связано с кожей в организме. Это наружний листок, первый самый. Дальше следующий листок, второй. Регулирует всю кровеносную систему, все, что с кровью связано. У него есть два лепестка. То есть есть наружний, это наружний кровеносный сосуд. Есть внутренний, сосуды внутренних органов и слизистых оболочек в организме. Вы не запоминайте, не записывайте. Это все обзорная просто информация. Третий лепесток связан с мышечной системой. Есть наружний, который наружные мышцы регулирует. Есть внутренний, который мышцы органов регулирует. Есть четвертый слой. Он связан с жировой тканью и с внутренними органами. Наружний листок связан с жировой прослойкой организма. Внутренний, связан со всеми внутренними органами. Ткань органов поддерживает в здоровом состоянии. Пятый листок связан с костной системой и суставами. Есть наружний, который связан с суставами рук и ног, а есть внутренний, который связан с позвоночником и с костями черепа. Шестой листок связан, шестой слой связан с нервной системой и частью гормональных функций в организме. И седьмой самый глубокий связан с гормональными функциями человека. Все эти слои также контролируют психические функции человека. Наружный и самый первый слой связан с памятью, с новым человека и мышлением. Следующий, второй слой, который связан с сосудами, он же связан с эмоциями. Эмоциональное состояние человека зависит от этого второго слоя. Третий слой, который связан с мышцами, он отвечает за общий тонус организма. Дальше, четвертый слой, который связан с внутренними органами и жиром, он отвечает за настроение человека. Пятый слой, который связан с костной системой, отвечает за концентрацию внимания, собранность, сосредоточенность. Шестой слой, который связан с нервной системой, отвечает за адекватность человека психическую и за способность правильно воспринимать этот мир, восприятие мира. И седьмой слой, самый глубокий, который отвечает за репродуктивные функции человека, отвечает за гормональные функции, за глубокую гормональную регуляцию по типу регуляции с помощью таламуса, гипоталамуса, половые органы, гормоны половые связаны с этим самым глубоким слоем. Там находится ощущение счастья в человеке. То есть энергия счастья идет как в половую жизнь, так и вообще в жизнь. Если всю энергию счастья в половую жизнь растратить, то в жизни счастья уже не будет. Называйте, открыли краник счастья и выпустили все счастье через половые органы. Ну так, просто для сравнения. В чем заключается то, что знает Эрведа и то, чем она пользуется? Эрведа пользуется тем, что в каждом из этих слоев существуют три подвижные энергии, которые я сейчас объяснил. То есть энергия воды, когда она движется неправильно, она создает застои в организме, которые превращаются в яды. Это называется Доша Капха. То есть когда такие застои происходят на уровне расы, допустим, вот первого слоя, на уровне первого слоя, тогда у человека на коже появляются всякие наросты и так далее. На уровне второго слоя у человека повышается давление, холестерин, допустим, в сосудах откладывается и так далее. Следующая энергия воды, да, потом огня. Все воспалительные процессы — это энергия огня. Дальше следующая энергия воздуха. Это спазмы, напряжение, сухость там в этих каналах возникает во всех и в группам тела также. И эти энергии постоянно меняются, то одна, то другая перегружает и так далее. Но мы, когда научились тестировать тонкое тело, мы заметили, что у каждого человека, у каждого человека есть такое в организме, что в каком-то канале, вот в каждом из этих каналов из семи существуют еще подканальчики, еще подканальчики. И вот в каждом из этих каналов есть зона, ну то есть из семи есть четыре канала, вернее три из этих вот семи оболочек, в каком-то месте у человека страдают всю жизнь. Это то, что мы заметили в результате исследований. Вот смотрите, у кого-то, допустим, не на уровне головы, а на уровне шеи, вот так вот кожа, допустим, поражена вот этим вот склонностью забиваться больше, чем везде в других местах. У этого же человека, допустим, страдает жировая ткань еще, там в другом месте где-то поражена. И обязательно в одном из поражений один канал поражается два раза. Два раза. И, допустим, уже этого же человека в каком-то месте поражена еще одна. Вот я вам нарисовал структуру поражений, которые дают следующее. У кого-то у человека будет кожное заболевание какое-то, у него будет склонность к ожирению, будет склонность к воспалению внутренних органов и к нарушению гормональной регуляции организма. Это на всю жизнь, с самого рождения, конституция человека. Это то, что у человека закреплено с самого рождения и никогда не меняется. То есть надо принять. Да, надо просто принять, что склонность к этому есть. Не то, что это будет забито обязательно. Это просто к этому есть склонность. Я эти конституции определяю за 10 минут. Но это непросто сделать. Я не могу сейчас всему залу определить конституцию, там, и склонность к заболеванию. Но эксперимент мы проведем обязательно. Я возьму человека какого-то и просто расскажу ему его. Я подумаю. Вы самая опытная, но я подумаю. Итак, у каждого свое. Не то, что у всех вот так. У каждого свои варианты. Но всегда в одном из лепестков два поражения, а в двух других по одному. Почему? Потому что там, где действует энергия воздуха, она делает сразу два поражения. Там же, где действует энергия огня, одно поражение. Там, где энергия воды, одно поражение. Энергия воздуха в организме центральная. Она самая главная, и поэтому она как костов даже в болезни. И так, как качели, да, получается. Что-то поражено в двух местах, а что-то по одному. То есть есть какое-то место в организме, где поражения сразу два. И мы заметили, что болезни, они скапливаются чаще всего, доходя вот до этого места. Ну, то есть, вот, то есть болезни, они постепенно копятся сначала, ну, начиная снаружи и заканчивая внутрь идут в организме. Если мы говорим о поражениях хронических, то это происходит в детском возрасте. Дети чаще всего страдают вот на этих наружных лепестках. То есть у них чаще страдает кожа всего, дыхательные пути, насморк там, пищеварение, стул. У них, ну, глубже поражение, если в самом начале сформировалось так, внутриутробно, тогда это может быть глубже. А так, если ребенок просто болеет, чем дети чаще всего болеют? Просто кожа, просто питание, стул там, ну, то есть наружные лепестки психи, то есть он не страдает психически, ребенок сильно. Понимаете, не страдает обычно ребенок, обмен веществ у него не страдает, нервная система. Обычно идет поражение более простые какие-то вещи, связанные с питанием просто и работой пищеварительной системы. Понятно, да? Да, но в пожилом возрасте поражения больше скапливаются уже внутри. Чем старше человек, тем больше склонность болеть нервными заболеваниями, то есть нервная система. Гормональные функции страдать начинают с возраста, с возрастом лишний вес появляется, то есть более глубокие поражения. В чем заключается мое открытие? У деревьев точно такая же структура. У деревьев точно такая же структура. И вот это вот, вот там, где два канала поражены, у деревьев, так как у деревьев энергетика сильнее, чем у людей, вот эта вот зона, вот здесь больше всего скапливается болезни на этих двух каналах. И там же скапливается очищающая сила. Поэтому мы взяли деревья и проклассифицировали, сделали таблицу, классификацию тонкого тела деревьев и обнаружили, что у деревьев есть разные компоненты. Например, корни связаны с энергией огня. Если человек ест, допустим, корни, которые имеют такую же конституцию, как у него, то в результате человек получает сжигание вот этих вот хронических болезней. Когда человек ест ствол, допустим, дерево, что-то связано со стволом, то тогда идет напряжение вот этих каналов. А когда он с корой связано, что-то с корой, то идет очищение этих каналов. То есть кора имеет защитную силу, она очищает. Мы воспользовались энергией коры и изучили порядка 300 видов деревьев и составили таблицы специальные, которые дают возможность на каждого человека подобрать специальные деревья, которые будут очищать именно его тонкое тело. И в течение порядка четырех лет мы изучаем этот феномен влияния деревьев на организм. Постепенно это знание углубилось в нашем сознании. В целом мы проходили через следующие этапы. То есть мы сначала делали кору толщиной где-то 10 миллиметров каждого из... не 10 миллиметров, а 10 сантиметров, 100 миллиметров. Мы начали где-то 100-150 миллиметров. И обнаружили, что идет какой-то лечебный эффект. Но потом мы поняли, что при таком воздействии каналы стимулируются просто. Они, если не сильно заражены болезнями, тогда они в этом случае вылечиваются. А если сильно, то нет. Тогда мы перешли на следующий уровень. Это где-то 400-500 миллиметров толщина коры. И тогда в этом случае каналы начали уже пробиваться, но не полностью вычищаться. И более серьезные заболевания начали проходить. И потом мы пришли к толщине 700 миллиметров, и кора в общей сложности получилась весом от 2 до 8 килограмм. Вот, общий комплект такой большой. То мы начали полностью пробивать и прочищать каналы. Но мы заметили, что когда человек долго носит кору, то у него эти каналы перевозбуждаются и высыхают, начинают сохнуть. И у человека сильное напряжение в теле возникает. И чтобы это напряжение преодолеть, мы тогда придумали комплексное лечение, в котором человек промасливает тело одновременно с ношением коры. Но так как у трав тоже есть такая конституция, я изучил все аптечные травы, и эту конституцию изучил у трав также. И что мы делаем? Мы берем конституцию человека, выбираем те травы, которые человеку подходят, смешиваем их в нужных пропорциях, и также человек пьет травки, и у него происходит гармонизация вот этих вот всех каналов, очищение организма, более мягкий такой способ, более мягкие очищения. То есть травы, мы эти пропорции трав даем человеку, и он может сам потом покупать в аптеке, это все смешивать, и на всю жизнь ему как бы хватает, может этим всю жизнь лечиться. То есть наше лечение таким образом состоит из главных постулатов, то есть лечение корой. Кора носится на спине, и идет взаимодействие с тонким телом. Кора действует рефлекторно, влияет на тонкое тело. И так как у каждого кусочка коры есть своя направленность энергетики в организме, так же как у человека, мы все это совмещаем, и очищение начинается у кого-то сверху, у кого-то снизу. И мы многие интересные вещи видели, подтверждающие то, что мы действуем правильно. В целом, как определить, что это вообще не выдумка? Очень просто. Когда мы подбираем кору, есть 16 показателей тонкого тела. Если я пока ошибаюсь в диагностике хотя бы одного показателя, человеку лучше не становится. Он одевает кору, ему становится хуже. Очень быстро. Он чувствует, что ему плохо. Мы снимаем, тестируем, меняем это все. Как только сделали правильно, раз, сразу он как огурчик. Ему хорошо стало. Вот это первое. Второе. Мы видим наглядные примеры. То есть, одна женщина в возрасте, по-моему, около 90 лет, там 85-86, у нее все лицо было покрыто попеловыми. Вот прямо места живого не было. Мы поставили ей кору, и начиная с лба, в течение двух недель эти попеломы вот так вот отсыхали и выпадали по мере очищения каналов. И лицо очистилось полностью. Точно так же кожные болезни, когда человек лечит, кожа начинает очищаться откуда-то, или сверху, или снизу, так, как мы задумали это происходит. Ну, то есть, все работает очень научно, четко, как надо, но требуется очень сильный контакт с пациентом в этой методике, потому что храм может перегружать в какой-то момент, и нужно тогда связываться. У нас два врача сидят и постоянно общаются с теми, кто чувствует что-то не то. И потом мы даем рекомендации. Я провожу всю эту диагностику просто по фотографии. Мне не нужно даже личного контакта с человеком. Я просто сажусь и тестирую тонкое тело у человека, за 15 минут я всю конституцию его тонкого тела тестирую, и дальше мы начинаем собирать кору, по фотографии толщину определяем, человек приезжает, кора уже готова. Почему так? Потому что нужно где-то 3 недели, чтобы собрать кору. Иногда приходится посылать экспедицию в какую-то часть России, чтобы эту кору срезать. Ну, то есть мы собираем кору не только в Краснодарском крае. Но чаще всего у нас есть запасы, и поэтому проблем нет. Но бывают всякие случаи. То есть нужно время, чтобы это все собрать.